Но такой вот фактический вопрос Вот так Я студент Аня, подожди, нет, ладно Я отец студента, у меня учится ребенок на втором курсе Я хочу, чтобы он магистратуру закончил в Китае Потому что я живу в Шимкенте Я хочу, думаю, чтобы он магистратуру закончит в Китае, допустим Я его отправлю в Петро-Казахстан И там его с китайским дипломом стопудово возьмут Я вижу объявление, да? Школа Лауши Да Лауши Да И это, говорю, прохожу вот с сыном, да Говорю, Адиль, вот у меня сын учится, второй курс Можете его подготовить в магистратуру Так, чтобы он там, правда, и бесплатно учился Потому что у меня и так денег нет Чтобы так нам и был более-менее пестижный университет Чтобы он там нормально отучился И чтобы его взяли в китайскую Да, как раз-таки этим мы и занимаемся большую часть времени И у нас как раз-таки система-то и построена Мы же почему открыли проект? Мы же знаете, что мы, на самом деле, образовательный проект Школа Лауши Она была для нас не столь, да, это не было нашим изначально основным профитом Да, мы все китаеведы, прежде всего, да, исследователи, ученые Но вопрос в том, что мы разработали просто методику В ответ на многочисленные просьбы Потому что мы видим, что не получается И здесь у нас система очень просто Обучение строится на трех частях Первое, да, то есть грамматику объясняют наши вот китаеведы Включая меня самого Мы достаточно качественно объясняем именно грамматику и логику китайского языка Вот из трех, три раза в неделю, да, занятия, например Стандартная группа, три раза в неделю занятия Первое, там, это, например, грамматика С опытными китаеведами Второе, это с носителями языка разговорная практика Все, что вы там научились нами, оттренировали Вы через день тренируете уже с носителем языка И третья часть уроков, это аудирование Почему? Потому что вам, когда в дальнейшем выучите язык Вам придется часто разговаривать по телефону Слушать там через вот эти сообщения голосовые Смотреть киеведы, ну и прочее И это обязательно И ритм долгой речи И это обязательно, да, это тоже целое искусство Да, уметь слушать новости Уметь слушать официальные китры То есть это называется все вместе аудирование Третья часть это аудирование Все вместе, да, разговорная речь Да, фонетику, которую ставят в носителе Аудирование, которое вы получаете за счет Игровых, чаще всего у нас мы строим форум И грамматика Вот вам три сослагаемых успеха То есть, соответственно, где-то в среднем за года два Мы в легкую выходим на хороший уровень китайского языка На третий На хорошего Даже на четвертый Даже на четвертый Потому что у нас есть вот хорошая Вот Вика, хорошая девушка Хорошая показала результат Вот уже она готова Чуть меньше двух лет На хорошую уже Готова уже сдавать и ехать И больше я вам скажу У нас сейчас вот девочка Она с сентября прошлого года зашла к нам Полгода она отучилась Болжан, вот ее зовут Она отучилась всего полгода И уже она в конце марта Планирует сдать HSK Как минимум на второй уровень Как минимум Но правда человек Человек хорошо занимался Ну и талант, видимо, есть Ну, знаете, пришла, когда к нам вообще Ничего не знала о китайском Ну, позанималась Вот сейчас она хочет сдать на второй Это уже, значит, ступенька Третий и уже можно на какой-нибудь Ну, вы, конечно же То есть это вот такое базователь То есть Лучше, наверное, все-таки вот так, да? Чем школьника Или школьника лучше? Ну, школьник, конечно Чем раньше вы начали заниматься Тем лучше То есть, например Девятый, девятиклассника лучше Девятый, десятый, одиннадцатый класс Вот, например, если вы даже в десятом классе пришли К концу одиннадцатого или сейчас двенадцатого же, да? Там переход во все идет, да? Еще нет Еще Ну, это они еще только будут поступать В общем, если вы берете, например, себе фору Два года Ну, лучше три Да, за два-три года Вы как раз вышли из вуза Вышли из школы Да, вот ваш ребенок закончил школу И он уже знает английский Он уже знает китайский Пусть он выбирает, где он хочет учиться В Китае, в Канаде Но у него был бы в Сингапуре Сингапур, Китай, говорящая страна А вы знаете, что Сингапур Стандарт качества Там, сингапурские вузы Они тоже находятся Если, например, китайские, гонконгские, сингапурские вузы Ну, как это дают в Китае? Не, ну, как? Но если вдруг, знаете, у меня есть знакомые Которые поехали в Сингапур Именно потому, что они хотели Потому, что они поехали на программистские курсы А, тогда да И программирование, например, Сингапур один из лидеров Почему нет? То есть, опять же Да, тоже, в принципе То есть, получается так Если учесть, что средняя стоимость гранта У нас где-то 600-700 тысяч Тенге Чем 4-6 лет учиться 4-6 лет учиться у нас Легче потратить это В смысле Гораздо меньше денег На подготовку Ребенка на китайский язык Это однозначно Да А потом его запнуть туда, в Китай На халяву Максимум там Ну, тысяч по 50 можешь тенге высылать Максимум, да Максимум, а можно, в принципе, если он хорошо отучится Можно их, хорошая степень, что вообще денег не просил Да Да, если вы получаете 2 с половиной, 2 400 юаней То хватает И, в принципе, хватает Ну, и, ну, одежду там покупаешь, там, и все И все Да То есть, вы, по крайней мере, знаете, что ваш ребенок всегда сып А у него, кстати, билет, билет обходит в стипендию? В некоторые билет стипендии входит Некоторые нет То есть, полная стипендия обычно включает еще авиаперелет О Авиаперелет, да? Да, авиаперелет Единственное, что авиаперелет из столицы в столицу Они оплачут, как правильно А, ну, поэтому придется в Астану все-таки доехать Ну, ладно Ну, хотя бы на поезде Да, ну, что там И получается так, что вы будете через, там, 4-6 лет, да, иметь диплом хорошего, да Почему 6-4 года? Ну, 4 года, да Ну, 4 года, да Диплом хорошего китайского вуза Знание двух языков английского и китайского, да И вас возьмет почти любая компания китайская, которая работает в Казахстане И больше я вам скажу, вы же можете там, если ребенок заряжен, замотивирован, да, то есть, там, если прям на языки, да, если мы говорим о языках, да, например, некоторые за счет того, что там большие вот эти вот японские, корейские, южнокорейские, обучающиеся диаспорой, там, многие заводят там другие, увлекаются этими языками Возвращаются даже не с двумя, а с тремя, там, с японским или с корейским языком Опять же, это повышает градус Плюс, понимаете, эта вещь такая Сейчас в современном мире человек должен знать, как минимум, два языка Причем, как правило, рекомендуют Каких два языка? Один западный, ну, это понятно, английский Да Один восточный, да, то есть, здесь там выбор не так уж и велик, да, то есть, китайский, там, корейский, ну, японский Арабский, да, то есть Ну, вообще, да, нет, на самом деле, арабский Арабский, китайский Где-то 4, да Арабский, китайский, на самом деле Ну, японский в меньшей степени, наверное, потому что все-таки мало проектов На самом деле Вот, получается, три таких вот, да, выбор Плюс, опять, так как, увы, гранты практически в Корею не так, наверное, много Все-таки Нет, по-моему, совсем что Ну, там, в арабские страны я вообще не слышал о таком Соответственно, получается, вы, например, когда ребенок закончил школу И он уже владеет, скажем, английским и китайским По крайней мере, вы даете ему билет выбрать свою специальность То есть, он может, я еще раз повторяю, он может попытать счастья Либо попасть в западную школу туда, пусть сдаст экзамен Либо пусть попытает удачей А лучше во все направления сдаст, чтобы он мог сам себе понимать Вот, хорошо, когда у вас есть выбор И вы можете действительно диктовать свои условия Чем если у вас выбора вообще нету Вот вам, пожалуйста, только сюда и никуда больше Да, вот тебе техникум, вот тебе нашу обычный университет там и давай Поэтому, опять же, например, многие же используют вот эту площадку Вот он поехал, например, в Китай, там, например, там получился Он, Пекин, Шанхай, такие крупные, Нанкин, такие это же крупные города, которые являются международными Ты уже связи наберешь Да, плюс оттуда бывает, некоторые переводились уже в Штаты, например Или там же устраивались, например, в международные компании Потому что уже наработан этот навык Человек сейчас в современном мире, глобализация Человек в современном мире должен быть конкурентоспособен на международном уровне Тогда у вас есть больше шансов, да? Да, то есть, ну вот такова цена Даже в Казахстане уже сейчас требуют, да? Английский не знаете, ваша стоимость падает мгновенно Соответственно, вот Это вот реалии текущего мира Поэтому, если вы начнете со школы учить, это всегда Хотя, я еще скажу момент У нас вот есть очень много достаточно учеников, которые учат язык уже в солидном возрасте И это тоже хорошо Во-первых, вы расширяете свое... У вас сейчас, когда люди там как В основном люди бизнесмены, которые уже состоялись Есть возможность, вот сейчас освободилось немножко время Дети уже подросли Как-то что-то... Учат китайский язык, во-первых, расширяют сознание Альцгеймер, опять же Опять же, да, профилактика Профилактика, да, потому что изучение иностранных языков, оно развивает нейронные связи в мозгу Это тоже, знаете, вы тем самым увеличиваете жизнь, увеличиваете срок деятельности, да, то есть вашей памяти и прочее А это тоже, как вот, если вы, например, следите за здоровьем, бегаете Почему вы считаете, что, например, для мозга Мозг должен, да, меньше заслуживать внимания, чем тело Да, то же самое, да Еще один язык, особенно, чем язык дальше от тех языков, которых вы уже знаете Тем лучше, например, если вы знаете английский, да, там, и там от него производные, вот эти вот Да, то, например, немецкий вам уже будет меньше создавать, чем, например, язык, в котором этих слов вообще просто нет Да, например, во всем мире компьютер-компьютер, и только в Китае он где нао Это